Выбирать героя. Во-первых, Вичдоктор может быть чем-то получится замерзать. Может быть, Тимспирт просто смогут пропушить, и БТА может залететь, при том, что там будут какие-то еще станы. Ну и в пушке Вичдоктор смотрится чуть-чуть посолиднее. По всем захиливает на команду, повешает Маледик на свина. Осталось 10 секунд. Вот это его плюсы. Ну тут был вопрос по предыдущей катке, что Айсбергу не пикнули ни одного саппорта, который мог бы подсейвить, и из-за этого он там жестко фидонил. Ну не фидонил, а точнее его просто уничтожали. В этот раз, правда, Айсберг точно не будет играть на Зевсе, но все еще ление против него в виде Квапы и кого-нибудь, кто вполне возможно будет к нему въезжать. Помогать там Мойтфинам, сейчас будет второй саппорт в пике последнем. И вполне возможно, что это какой-нибудь персонаж, который будет помогать ромить и типа Тусика там или еще кого-нибудь. Время медиа. Я почти не понимаю, что Татфинам будет снова играть через унижение мидера. И они в предыдущий раз очень хорошо это сделали, и в этот раз вполне возможно так оно и будет. Где инвокер? Где инвокер? Я тоже не понимаю. Сейчас будет. Ну это же... Ага! Это 13-минутная дота, я вспомнил эту штуку от непов, они обожали просто делать миссии с Эрой. Вот это вот 13-минутная дота, дота скорострел. Вот луна в этом вопросе шикарна, конечно. И инвокер шикарен. Ты апаешь инвокера... Маура бисмастера работает на технофаржей. Не знаю, кто может быть круче здесь инвокера, я вообще... Вот он ромящий саппорт этот, о котором я говорил, и Team Spirit будет веселиться сейчас при помощи вокера. Нет, 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 нет. Чен берет любого мидера, точнее инвокер берут любого мидера, ставит в мид, ставит в мид, ставит в мид, ну да, за сатира, мид выигран. Как бы шикар не ромил, Чен умеет играть, то у айсберга в миде фрифарм. А инвокер любит фрифарм, инвокер вообще любит героев, кроме бэтрайдера. Всех их унижает. Он прекрасно пушит, он отлично закидывает висмастера, сейв только в виде виспа, и то так легко засейвить, когда там в тебя метеорит санстрайк. Какие-то ликвиды вообще бы не обломались и дальше. Ликвиды бы не обломались, взяли бы вайпер, рейзер, оде и вот это все, что любит фата. Просто дайте фата персонажа пак. Пак, он типа зонировать будет. Но с другой стороны, его не заромить, а с другой стороны, он может остановить бэтрайдера. Ну и, наверное, самое главное то, что у Адфина четыре героя, которые любят давать прокаст, и пак это все может остановить. Он хорошо зонирует еще, кроме, да, то есть как только линк он получает, он может совершенно спокойно стоять в любой точке, и как только его команда заходит под любой таур, он, ну, типа бэтрайдера, да, то есть ты боишься пака, ты боишься его инициации, дримскойла и всей той боли, которая за ней последует. В принципе, мне кажется, Айсберг просто сказал своим тиммейтам, типа, я устал умирать, я хочу жить, я хочу чувака с эскейпом, и инвокер это типа не тот персонаж, он с эскейпом в виде инвиза, но надо качать век для этого. На случай с паком можно качать просто один скил в виде шифта, и все с тобой замечательно, плюс орб, улетаешь, и все хорошо. Ну, вот пак это намек на то, что, скорее всего, просто пойдут пушить Т1 и Т2 снизу, причем довольно-таки быстро, ну, учит, в этом у них есть луна и ВД, и в это время паком можно оставить один, он ничего не боится. 1.39, а у кропы 1.36, ну, по, кстати, даже несмотря на то, что, казалось бы, ловкости поменьше у нее в 12, но она все равно почему-то 3 пака, вот это интересно. Именно, именно. Почему так, подожди, почему так? Пака ловкость требует. Ну, изначальные статы какие-то, типа, порезали, я не знаю. А так, спит. Подожди, 1.36? А, аквапат плюс встреча луна, ты представляешь вообще? Да, да, ну, она там типа в этом вопросе, она же, помнишь мету, когда собирали физико-дамэдж ей? Всегда, ну, типа, не всегда, а в большом количестве. Да, я помню, помню, да, вопрос в том, почему. Одинаковый параметр лукости, а... Ну, разная скорость атаки. Да, а один герой бьет быстрее. Изначальная вот тема для Valve, наслаждайся. Ты в твиттере, может быть, кто-то знает. Ребят, если знаете, обязательно расскажите в твиттере вот этот интересный разоброс. Так, а тем временем, давайте представим вам команды. Ну, а что касается Эдфина, Maybe Next Time на F-Shaker, точнее, Тхак на Queen of Pain, Сиспарта на Виспе, Мадара, Свен, и, конечно же, Скайларк на Харне будет исполнять Бэтрайдера. Вообще, довольно интересно. Интересно будет посмотреть. Вот это, наверное, самый такой разнообразный пик с точки зрения того, что мы видели на протяжении двух карт. Три на третьей карте универсальные у той и другой команды. Можно и сражаться, можно и пушить. Ну, в случае с Team Spirit тут, конечно, намного больше направленность в одну сторону, в жестко пушищу. Кстати, мне прикалывает жопка этой луны. Я имею в виду, в смысле, кота, на котором она... И что это там? На котором это олень, да, вот, точняк. Или что-то в этом роде. Смотри, у него задница. Это просто что-то с чем-то. Сын Каспера. Сын Каспера. Приехал. Сразу видно, что ты с ним пенсировал. Просто нужна замена, типа. Ну, я не претендую, на самом деле. Ну, да, мы с ним, когда кометили, конечно... Он на скины, кстати, не обращал внимания, замечу я. На скины оружия он не обращал внимания. Возможно, что у него... А вот думали, вы там с ним рассматриваете ножи? Мы, конечно, сидим и рассматриваем ножи. Не успели, не успели. Не успели. Так, ну что же, тем временем Team Spirit у нас, ну, совершая довольно-таки грамотный мух, идут в харду, чтобы наказать двушечников и сухопа. И греки, в свою очередь, решили задоджить эту трилу и выдвинулись все дружно. В харде также нашли стаков, Фаник получает фиссурку и спасает Бессмастера. Боже мой, что вообще сейчас было? Это фиссура, отрезающая Скайларка от Фаника, у которого 7 стаков нефтянки. Это что-то с чем-то сейчас было. Причем у Беста не было стиков, поэтому они не заряжались. И, в общем, заряжаться было нечего, давайте так-то назовем. Ну и да, Бэтрайдер отправляется на топ и выйдет Луну. Точнее, наоборот, помогает своим тиммейтам и выйдет Луну, которая собралась на топе вместе с Олгасом на флайм стоять. Причем Вич Доктор это сумасшедшая штука. То есть, если бы мы рассматривали Веншилл Спирит, она тоже очень хороша с Луной, с точки зрения тычки. Но Вич Доктор со своей тычкой в 58, это просто что-то чем-то. То есть, дальше баф сверху от пассивки Луны. И это прям сладко-сладко смотрится. И Скайларку будет невесело по вопросу тычек. А если бы здесь был бы у Свен, Свену было бы вообще никак стоять. Милишникам, в принципе, против таких линий жить не хочется ни секунды. Скайларк нападает на Олгасу на флайм, два стака урса замедляет. Самое время отжать урсу и взять фаерфлайм, чтобы отзонить ВД и при этом, ну, вслед за урсой. Урсу нужно забрать, урсу хочется забрать. Пошли кассочки на Скайларка и... Не стоит сделать удар. Нормально. Дрались поразменивать. Снизу, снизу мастер. Снизу у нас дабла это бисмастер, два кабана, гарпия, тормовая гарпия и Чен. Кстати, жесткая такая дабла. Дабла, как бы, Мадару сейчас будет изничтожать с рейнджа. И решение тоже верное. Вряд ли получится у Чена из-за виспом бегать по карте, все-таки на тизере, а не там, там будет высокая скорость бега, и это может не закончить пром. А вот если поставить даблы, сильная дабла сверху и достойная дабла, то у АФ проблемы, потому что шейкеру некогда. Шейкер это то, как работает пуш-строта, да? Ты всегда получаешь доминацию в рейгейме, и таким образом уже развиваешь сноубол и пушишь твара. Если ты не выигрываешь линии, то пуш-строта не работает. Ну да, шейкер может, конечно, пойти наверх, но я думаю, он с бэтрайдером пока бэтрайдер третий особо ничего не сделает, учитывая то, что у него нету маны. А здесь бэтрайдер и че, ну это как бы шейкер, он тоже пока не фонтан. Вот здесь прогонит, одна гарпи его здесь. Она уже прогнала. Ну, шейкер сейчас придет усилит, может быть, немножко, хотя он постакает, да, постакает эншентов. Он, в общем, должен был бы постоянно напрягать Азберга, но Азберга не Зевс, у Азберга Пак. Замечу, кстати, что от Фина мы сами забанили Зевса, это очень странно. То есть они вроде как напикали себе персонажей, которые хорошо могут напрягать миддл, но при этом сами же убрали Зевса, у которого нет эскейпинга, и на котором в предыдущей карте Азберг чувствовал себя довольно неуютно. Это как минимум. Как максимум его просто убивали, там, изничтожали, я бы сказал. И вливать топ-линию бетрайдеру очень удобно. То есть когда вы свапаетесь с линией бетрайдера на сейфе, он, соответственно, получает быстрый доступ к лесам. Таким образом, если его унижают, там, Луна, допустим, вместе с Витч Доктором, то он совершенно спокойно делает 2 пикселя направо, 2 пикселя вниз, и вот тебе Скайларк уже в лесах. И, соответственно, с этим, как только линия запущена, он подфармивает здесь. Это довольно веселая для него ситуация. Единственный минус в том, что когда он вливает с линией, то Луна рано или поздно заперет. Айсберг, браво Айсберг. Красава, он разобрался сейчас 1-2 и погибнет Аттеншн. Да. Дал ему Шейкер. Панни рассчитал твой дэмэдж. Урона не хватило, и пак ее с руки забил. Издель Айсберга. Именно, именно. Влетела просто зря. Мало того, здесь рядом-то не было никого. Зачем она это делала? Все еще могла Шейкера подождать. Который помог бы ей. Ну и вот, казалось бы, Шейкер бегает и старается что-то придумать. Но на деле оказалось, что он помог Квинн в Пейну умереть. И пак уже в миде стоит 5-й уровень. По-прежнему идти Шейкеру не. Но здесь Чен и тут крипа. У меня крипами он вообще ничего не сделает, поэтому он летает наверх. Наверху вылазка. Свером. За Иллиданом. Есть ДД. Иллидан сильно проседает. Хорошие катки поехали. Но 5 стаков. Съехал. Хотя нет. Посмотри, живет. Нет, нет. Там Молдов сверху. Это штука слишком жесткая. И не выживает. Хотя у него была Салва. Слишком много, да. Людей пришлось туда и потратило свое время. То есть перетянулось аж 4 героя. При этом мы там потратили свои спилы. А Иллидан может теперь смело идти вниз. И по-прежнему теперь это отличный старт. Они лидируют. Да и причем по лойке вещи они только луну-то нормальный гангать могут. Да, тут Фанник чувствует себя на сейф-линии. Более-менее нормально рядом Габлак подсейвит, если что. И по факту тот же самый Редан даже на луне имеет 375 мовспида. Он все равно тонкий. Но мы видим, что его приходится убивать целой командой. И это довольно серьезно сказывается на экономическом составляющем сейчас. Сверен, кстати, вернулся на топ. Понял, что может быть ему здесь будет легче, чем на боте. С фри-фарм полный у Фаника. И это очень хорошо для Бессмастера. Мы понимаем, что он выформит себе ранние книжки. Ну, мы все любим читать, как вы понимаете. И Бессмастер тоже хочет. Айсберг тем временем на миде уже с шестым левелом может реализовывать идти куда-либо Дримскойл. Правда, пока что он не видит своих возможностей. О, Снофлай вышел на Спартана. Вот Спартану больно. Посмотрите на эти тычки от Вишдоктора. Это супер грязь. Мало того, сверху прилетает дым от Луны. Это Ласхит для Элидана. Хотя лучше бы отдаться Вишдоктору по-хорошему сейчас Шару. Но Шар не рассчитал. Не знал, что он все равно уже не засейвится. Что там имеется рядом Луна. И решил, что этот вариант будет для него более адекватным. Пока полный вообще разнос. С стороны спирит, Шейкеру нужно идти наверх. Он пока вот то, что он бегает в миде, я не знаю, как я пользуюсь от него в миде. Бегает, что он с клопой, он помог ей один раз умереть, окей. Приходит в Хардбестмастер. В общем, Бетрайдер, Бетрайдер, ну, Шейкером тоже особо ничего делает. Максимум. Творит, это стакает крипов. Вверху Слен, Висп. Луну можно закрыть. Даешь стан, стан. Потом заходит Висп и скидывает свои шарики. И все, это смерть. Ну, ВД может погибнуть. Вместо этого он продолжает стоять на миде. И вот пока он стоит на миде, ну, хотя, может быть, сейчас будет пак, но в это время Чен выфармливает. Чен уже пятый. Вот Шейкер стоит АФК. Вот он, АФК стоит, АФК стоит, ничего не делал. Бегает, бегает, так сделает, окей. А Чен в это время сейчас в пакет. Еще одного крипа, хэнд оф гот. И здравствуйте, ребят, здравствуйте. В результате Квопа собирает ревиз идет. Шейкер сейчас может получать экспунт. И вот Квопа уже, как-то, шестой. Чтобы валить здесь абсолютно всех. Не зале она будет даже до шестого въезжать сейчас. Она может вот здесь получить левел, но она не хочет этого делать. Она хочет отъезжать. Шейкер на миде стоит. Сейчас то инфу дает пак. Ну нет, нет, неважно, или там все равно погибнет. Проценно, без вариантов. Ааа, сделала все как надо. Потому что там она может делать. Луна приходит, ВД, тоже даешь стан. Не крик, но все равно какой-то дизейбл. И стала снести иного демэджа. И есть шанс. Согласен, Луна единственный вообще персонаж, которого можно здесь гангать. И они наконец-таки реализуют, точнее продолжают ее реализовывать эту возможность. Но при этом оставляют айсбергу фарм. То есть он получит себе быстрый блиндаггер, а быструю книжку получит себе фаник. Это очень-очень грязно. И при этом я еще добавлю, пока, грубо говоря, ничего не происходит. У нас 2-2, посмотри, Чен, который фармил в лесу, у него уже перевес у тимспир 3000 голды. Даже несмотря на то, что они сделали килл луны. То есть голды 300 по xp 3000. И вот даже несмотря на то, что они добивают льда, все равно команда идет вверх. Команда фармит. Соглашусь с тобой. И все это довольно печально придет, к тому, что мекка появится у тимспирит ранее. К тому, что Луна вместе с тиммейтами будет очень-очень жестко пушить. И товара, когда будут валиться, постепенно айфы потеряют контроль над картой. И дальше нужно будет геройство устраивать. Пока что вот Мадара пытается вытащить максимум по фарму. Влетает в мидл, кстати. У него есть доминатор. Пойдет выфармить стаки, которым мы делали мейбе next time. Ну вот то, чем был полезен шейкер. Мало того, что сейчас 5 стаков, возможно, левел все получит, если захочет. Виспом хорошо. Атак есть. Венто все пробивает. Так включает xp. Виспу нужно ставить очень аккуратно. 50p. И спирит и прессу прекрасно понимают. Клин, получает ульту. Входит сюда пак. Забрали свина. Также забрали его крипа. Также заберут всех крипов, которые здесь. Ну или хотя бы их часть. И врывается бетрайдер. Skylar. У него есть лассо. И надо до блинка. У него осталось 5 голды. Он не хочет умирать здесь. Как? До ульту. Ушел. Hand of God. Неплохо отхилил габлак своих тиммейтов сейчас. И есть Skylar. Skylar инициирует. Лассо, кстати, маны нету. У него есть только Firefly. Мало того, здесь много заметла. Айсберг может улететь. Стримской лотхак погибнет. Стоп. Процессно нужно ему просто еще одну тычку дать. Вопрос там, выжили ли Айсберг. У него 17 стиков. Он может здесь жить. Плюс у него есть арба. Ушел. Shift. Все хорошо. Все прожал. Уилус вон офлай. Потыкал пару раз Skylar, а тот уйдет. Уйди противный, что называется. И Blink купил себе Бэтрайдер. И у него плюс смок сейчас будет. Это будет первая инициация от Бэтрайдера буквально через несколько секунд. 875, две голды получили. Team Spirit плюс вот эти вот крипы. И хотя их не зафармили. Все-таки надо рассматривать. Ну, главное то, что вы забрали героев. То, что АФ потеряли очень много времени. Вот они еще крутых загрузок. Но напомню, что все это время Луна стояла и фрифармила сверху. Довольно-таки легко было прочитать подобный лук, потому что Шейкер, ну, чем-то Шейкер занимался. Правильно? Вот пока он стоял в ПК в миде 5 минут. Он, естественно, стакал. Стоит у Твердвард. Они видели, что Свен ушел. Куда он ушел? Понятно на стаке. Не вставляют же просто стаку, ну, на фрифарме. Пришли быстренько. А как все это убили? И по графикам. Свен, который зафармил стаки... Свен, который зафармил стаки, конечно, поднялся хорошо. Ну, что, ну, с другой стороны, эти спирты к прежнему ведут. И нужно теперь идти и реализовывать лассо Бетайдера. А у Фанику уже первая книжка. И скоро и вторая придет, потому что, опять же, он продолжает оставлять фрифарм. И эти ancient батлы, уже вторая карта подряд у нас на ancient творится постоянно. Ваханалия Элидан получает лассо. Вот он первый ганг от Бетрайдера. Первая реализация Блинкдаггера. И это минус луна. Снова. Причем это третья смерть для нее, я так понимаю. Бетрайдер летит. Получает с себя рор. Большое количество крипов, некробов, кабаны. Я не знаю, на что рассчитывал Скайларк. Он сейчас прилетел и погиб. Я думаю, что он, знаешь, на что рассчитывал? На что? Релокейт. Нет, Релокейт был только что. На топ. Да, да, да. Тогда я не знаю, зачем. Эти тычки. Эти тычки. Ну, это я не знаю, на что... Ай-яй-яй. Как? Как? Отхиливается при помощи батла. У него еще один стик имеется. Он кричит перед смертью. И Рошан не успеет ее забрать. Короче, Бетрайдер, которого пошла спасать и Квинувшекер, всю свою команду похоронила. Ну, забрал его паник. Понятно, что, не знаю, в толпе крипов с некрами, с кабанами, тебя просто забрали, но остальные за чем летели тоже, ну, тоже вопросы. Тоже вопросы. Чаще для спиритов. 6000 галды за спиритами. У Фанника вторая книжка. Элидан уже перед... Сделал. У ФСД-союзник Квинувшекер можно идти. У Чен, кстати, контактки участвуют. У нас, кстати, получилось реально хардлейновые. То есть у нее 3 800, 3 смерти, и у Фанника на 2000 больше, чем у нее. Даже на 2,5 тысяча. Но, с другой стороны, на него тратили очень много времени. Он, может быть, пораньше мог. И вообще, я тратил Абиста, а сам пойти фармить на легкую. Но, с другой стороны, может быть, сейчас Некра Бисмастера сыграют. Ну, вообще, они должны так и сделать. То есть у него скоро будет 3-й левел, а против 3-х левельных будет очень-очень больно сражаться. Нашли Шейкера. Шейкер у нас погиб. Да, опять сюда летит Битрайдер. Ультимейт. Убывает еще и Виспа. Боже, такая грязь. Сел, ребята. Сел, Сибирин, кстати, поражал ультимейт и Варкрайд. Айсберг, он тренистрировал Скайларка, который думал, что он уже в безопасности под собственным табором, но это неправда, если вы играете против Паку, у которого есть Блинк. И это тотальная реализация вообще всего, что сейчас Тим Спирит получили на этих реформ-линиях и в зоопарк Чена вместе с Луной. Посмотри количество ау, вообще. В начале игры. Висп и Битрайдер не любят 5 на 5. Висп и Битрайдер любят бегать, летать, убивать по одному. Сейчас мы уедем замес 5 на 5. Висп и Битрайдер, они ничего не делают. Фу, умирает моментально. Слушай, помнишь, я говорил 13-минутная скоростная? Да, да. В 13-минута они зашли на ХГ. Но, правда, их сейчас отогонят обратно. Но попытка пошла. Рошанчик нужен. Самое главное не разделяться. Они добились всех, они уже разделились. Уже. Тхак имеет ульту через секунду. Освен Афлай отправится домой. Габлак. Стан неплохой от Кентавра. Но его все равно доберут здесь. Доберут. Теперь в Стратегин Спирит самое главное не разделяться. Просто идите вот этой толпой, все вот эти ауры, Блинк Пака. И все. Вы забираете 2 тавра на миде, 2 тавра сверху. Это ГГП. Из-за того, что сейчас Габлак погиб, Абисмастер улетел наверх, а они отдали АФ инициативу. АФ на Рошана зашли. Топ. И... Хватит ли им демджи. Ну-ка. Хватает, хватает, да. Освенчик. Нормально нарезает. Какой-то, да? Кассики пошли. Кассики пошли. Это еще и, скорее всего, минус Клопа. Хотя у Асберга нету маны, так что с Клопой все будет окей. Она уйдет. Но Рошан достанется этим Спирит. Очень наивная от Греков заход вообще. Не, ну, кстати... Наивный. Просто... Наивный Спирит очень быстро строкировали. Да. Моментально перетянулись. Клопой вот сюда, там, Виспу, Шейкеру, Клопе. Это саму... Прыгает пак на всех Сталинс, на Фройл. И их можно похоронить смело. Опять же, супер неудачное действие от Скайларка в позиционке, да. Он просто... У него закончился фаерфлайн, оказался на хайграунде, там, на клиффе. И из этой позиции он уже нормально инициировать не мог. Ему пришлось въезжать уже в... Не помню даже кого. Они там все зафокусили... А, Элидана они фокусили всей командой. Как бы он сейчас не въехал, Сим Спирит их убьет редкликом. Они в размене тычек сильнее так раза в три за счет своих ауэров. Нужно как-то АФ-ом хотя бы дать Шейкеру шестой и попробовать ему вот во всю эту толпу крипов зайти. Он единственный геймченджер здесь, по факту. То есть еще плюс хороший релокейт от Свена, да, ну, то есть от Свена Виспа, если там хорошо заедет ульта, ну, и вот это все, то это работает. Но геймченджер, по факту, понятно совершенно, как его доставлять до точки назначения в виде слэма. Да, Свен без ульта, Свен без ульта. Забирает он, разменивает Т1 на Т2. Я думаю, здесь довольны. И может попробовать на Т3 зайти и пойти по верху. Эбна их вместе по верху зашел, забрал еще две вышки. Они могут сейчас немножко подпушить, чтобы заставить АФ-ов за ТП-шиться на Мидл. И потом уже Праймал Урор, Maybe Next Time, Минус Шейкер, до свидания. Нейтичек его уничтожили за счет одного ульта Бестмастера. Хенд оф Гад, правда, все еще в откате, но Мека есть, так что, если что, под сейф, под хилл имеется. Заход на хайграунд. Здесь имеется Мадара. У Мадара есть Инжиньяша плюс Доминатор. Можно попытаться что-то сделать. Она дает станчики на Некрономиконы. Влетает Айсберг, дает Раскат Эларха. Это причем пак с Дагоном и Аегисом. С блинком. Да, продолжает уничтожить Тавр. Но это очень-очень сложная ситуация сейчас для ИНМ. Нужно грекам очень жестко попотеть. Айсберг, блин, дайгер хороший. Дримскол на 2x. Беспарта сразу делается паут, ультует у нас Луна. Очень мало демоджей, правда, от нее влетает. Но это не важно по факту. Вайбек сразу же от Квапы и Бэтрайдера. Они поняли то, что нужно идти в Абанк, потому что сторона уже летит далеко. Преисподнюю. Хорошая ульта от Хага. Разрушает лицо сейчас Айсбергу. Айсбергу шел с Арбэ. Фанник, тем временем, фокусит Хага. Есть на развороте. Можно с чем-то подраться. Нет, не с чем. Просто бегут. Габлака забриют. И надо бежать. Надо срочно убегать. Фанник пытается противопоставить противнику Иллидан. Бим на Квапу. Мэйбинокстайм пытается добежать до Иллидана. Есть Фиссура. Можно остановить Луну, но дальше продолжения демеджа никакого нет. Вот она, Фиссура. Есть ульта от Фанника на Хага. И Квапа уничтожена. Ну что ж, защитили один милишный Барак, который отрегенится. Надо ли это, стоило ли это двух байбеков? Попробуем. Они сейчас могли игру проиграть. Дождались пока у Фанника пропадут иконы. После этого, ну, еще отдали свои жизни. Второй тюрьме. Зашли. Но они сути не меняют. Темспирит нет смысла останавливаться. Им нужно дальше идти. У них по-прежнему пак с Айгисом. Третьим сейчас практически не будет левел. То есть у него сейчас вот сколько? Немножечко осталось голды и до третьего левела. У него, нет, у него уже третий левел. У него третий сейчас. А, да, четвертый сейчас будет. Сейчас возьмет. И спирты могут смело заходить. А АФ нужно сделать. Тоже старается что-то сделать. И нужно что-то сделать до того, как спирты зайдут. Пипить. Батрайдера. Башню сил тьмы на верхней лине. Ну кого они здесь найдут? Габлак Каос. У нас плаерн. Найсберга не хочется находить. А у Бисмастера можно. Да, его видели на верхней лине. То есть Фаник пойдет. Ло-ло-ло. Фаник не идет, не повезло. Так, нашли. Нашли. Блинк, лассо, Фаник. Да, нет. Фаник. На маленькие кусочки ее разорвали. Хорошо. Скажу Фанику, что ему нет смысла вообще вот убежать что-то там вниз. Кабаны идут, а в это время сам иди на мид со своей командой и пуш пойду. И он выкупается. Байбэк. Правильно делает. Да, байбэк. Нет смысла затягивать. Просто идешь и бьешь, пока он сынанит БКБ. Он погибает в ульте Луны. Он погибает там про Касти Пака. Летают каски. Он стоит. И сейчас. Завершающая драка. Но они сейчас принимают еще не только что БКБ нету. У СВАНа нет ульты. У Батрайдера нет ульты. Это минус 2 ульты. И это серьезная тема. То есть здесь откат. 44 секунды плюс 52. Все равно не бьет. Ну, я имею в виду, даже если бы он бил бы, то все равно не было бы дэмэджа сейчас уже. Потому что ульты нету. Скайларк до свидания. На сверху силовит здесь айсберг. Ну и до свидания еще и ботом сторона. В общем, Team Spirit скросстрельную доту показывают довольно достойно. Посмотрим, что он закончится. Ильдан ультует. Сквопа подъехала. Очень быстро. Прямякому в преисподнюю. Мадара вместе с Партаном. Пытаются что-то здесь делать, но им нечего здесь делать. Им надо идти на фонтан и смотреть на это. И ты собираешь две заветные буквы. Гей? Да. Найс страй, найс страй. Гудбай, гудбай. Ну что, можно подвести итог? Пак в миде. Это Queen of Pain и Роумящего Шейкера. Все это время Чен фармил в лесу, увеличивая свой отрыв. А потом Чен собрал трех хрипов. Также у него был дэмэд, и они пошли по низу. Они всех завалили. Ну и хороший момент для Фанника. Когда он тут стоял один, пришел Патрайдер. Потом два героя всех развалили. Ну и грубо говоря, после этого пошел нереальный Сноубол. Просто нечем выигрывать замесы. Лассона Ильдана, попытка убить очередной Рассу, нул. Он, на самом деле, отлетал очень много раз. Но это никаким образом не помогло Этфинам. То есть, тут та цель, которую они выбрали для унижения. В отличие от предыдущего матча, где им реально помогло убить Айсберга и развалить его игру с самого начала. Здесь не помогло. Убивать вчетвером одного героя, который там на третьем, четвертом уровне и пойдет снова вперед, это не то. Вот убивая они его на седьмом, на восьмом уровне, да, это было бы достойно. Но атака, они пока бегали, они прибежали, убили Ильдана, побежали обратно, Ильдана т.п. И по графикам мы видели, что Team Spirit идут вверх. Причем так, семимильными шагами идут вверх. И остановить их за это нельзя. То Team Spirit лучше отыграли. Чен выиграл последние две игры. Чен, MVP. Что ж, да, ну а Чен у Габлака тоже MVP. Есть у нас несколько игроков, которые довольно неплохо справляются с этим персонажем. Вообще Team Spirit молодцы. Сделали хорошую, быструю третью карту. Не оставили, естественно, вопросов о том, кто должен дальше отправляться в следующий раунд БТС и Усерий. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания.